Девушки отдыхают На момент записи этого видео игра еще не вышла И дату ее выхода я пока что не знаю Игра поддерживает геймпад Я буду играть именно на геймпаде Здесь в настройках хочу вам показать Есть возможность включить режим бога То есть просто пробежать игру и посмотреть на нее Если захочется Также есть возможность включить CRT фильтр Вот так вот оно Думаю на ютубе будет смотреться не очень хорошо Потому что ютуб будет еще видео перекатировать Поэтому лучше я его включать наверное не буду Хотя для ностальгии Можно было бы это сделать Игра сделана специально Прямо вот очень-очень напоминающие Те самые 8-битные игры В которые мы все играли в детстве На Денди, Сюбаре и так далее Король Теобальт, докладывай Эдите, прибыла новая партия материала Превосходная Пусть солдаты отдохнут А потом снова отправятся на охоту Будет исполнено Осталось совсем немного Фред, приготовься Кажется, нас ждет славная добыча Тогда за дело Гоните ваши денежки, господа Фред и Айва Лесные разбойники Они не нападают на крестьяна Грабят только богачей Фея Айва владеет магией И способна превращаться в щит бумеранг Так Фред получает оружие для защиты и атаки Полагаясь на мускулы и магию Фреду и Айве всегда удавалось выбираться Из множества передряг Но впереди разбойников ждет приключения Полные опасностей Сталкиваться с которыми Им прежде еще не доводилось А в общем играем мы за преступника, да? Завора Ладно Так, я должен что-то нажать А, старт Проверяем кнопки Это можно щитом вниз, наверное, атаковать Вот так вот прыгать Бумс А блок у нас есть Прыжок, атака, блок в принципе Смотрим по интерфейсу Сверху у нас три сердечка Наше здоровье Золото ноль А синяя полоска Это что такое? Это типа выносливость Но она почему-то не восстанавливается Подождите, а что будет Когда сейчас она закончится? Я проиграл? В смысле? А ну давайте сразу проверим И что, теперь все? Я не могу атаковать Хана Начинай игру сначала Я не понимаю, что делать теперь Ну ладно, атаковать я не могу Будем просто бежать на противников Как тебе прочитать? Ага А чтобы прочитать надпись на табличке Или поговорить с кем-то Нажми Y А чтобы прочитать вот эту подсказку Мне нужно было нажать Y Так что я уже без подсказки разобрался Как прочитать надпись Спасибо, конечно Нажми X, чтобы бросить щит Во время прыжка нажми и удерживай X Чтобы атаковать врага Не работает X Ну извини, враг Я тебя атаковать не могу У меня X не работает А вот это можно разбивать вот так Наверное, да? 10 золота мы получили Хорошо В прыжке нажми A Чтобы сделать двойной прыжок Двойной прыжок перезарядится Если приземлишься на землю Или ударишь врага по голове Так, что по здесь что? Нельзя вот так прокрутить вниз Нажать посмотреть, что там ниже Нет, но не хочу рисковать туда прыгать Ай Мне нужно как-то выносливость располучить Еще пять монет Вот это ограничение по выносливости на уровень Я не понимаю В смысле, а что теперь делать? Как играть? Я вообще не могу атаковать В чем же тогда прикол игры? Если нельзя атаковать Нет, ну это другое дело Когда атаковать можно Но экономить вот эти атаки А, он приседает В прыжке он не бросает Как же в этого попасть? Бросай щит Ты расходуешь ману Чтобы восстановить запас маны Собирай колбы Или атакуй врагов Прыгаем На голову Так, колбочка А как атаковать без маны? Просто выбросить этот щит И бить тогда рукой Не расходуя ману Мы что, вообще не можем? Ну что, коллега какой-то Который не может без маны Вообще атаковать? Ну, удерживай Б Чтобы поставить блок И отбить летящие пули Это логично Вот это плевать будет, да? Мечилка по-любому Стоп, а здесь могут быть Какие-то секретки Секретные проходы, к примеру Ну, надо проверять, я думаю На всякий пожарный Длиже надо О, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп Ха! Так, а мне Я могу встать там на полочку? Вот на эту могу, хорошо Так Вот теперь сложнее Обратно Нормально Нормально Мы смогли Это, судя по всему, сохранение, да? Приветствую тебя, путник Я странствующий маг На своем пути, несомненно Ты повстречаешь и других волшебников Я владею заклинанием сохранения За небольшое вознаграждение Я впишу твое имя в эту волшебную книгу Если потерпишь неудачу Мое заклинание воскресит тебя рядом со мной Воспользуешься моими услугами? Конечно Уверен, ты сделал правильный выбор Полезный совет Если ты разбил сундук Из него что-то выпало Но ты замешкался и предмет исчез Не беда Можно загрузиться на ближайшем чекпоинте И тогда сундук появится заново Будем это иметь в виду В прыжке удерживай икс Чтобы приземлиться на шипы Или оттолкнуться от вражеского снаряда Так, не понял Удерживать Мы вот так вот оттолкнемся тогда от шипов? Ай! Так, а потом Как только что я оттолкнулся После этого по-любому получаю урон Так, стоп, давайте попробуем, чтобы знать А что делать после того, как оттолкнулся? Так, а зачем это? Это просто дает нам секундочку перерыва Ну, я нажал, что дальше? Стоп! Я могу держать кнопку нажатой и прыгать? Ха-ха! Вот это забавно! Бумс! Так, другое дело Вот это другое дело Тогда, значит, понятно Тогда это поможет А почему я не могу бросить в прыжке? Вот это вот непонятно Да в любой игре можно бросить что-то в прыжке В любом платформере А мне нужно именно встать сюда Получить урон И после этого Упасть вниз Чтобы бросить Да чтоб ты был здоров Да чтоб ты был здоров Да, прыгни Опять! Да чтоб ты был здоров Как бросить мне в прыжке? Какой кнопкой бросить? Вот я нажимаю прыжок Бросать Не бросай это Я понимаю, что разработчики хотели сделать какую-то свою механику Но эта механика мне не нравится Я в детстве миллион, наверное, всяких платформеров на Денде играл Вот подобных И везде была вот эта возможность Ну в тех, где есть какое-то бросаемое оружие Допустим, вот этот щит И везде можно было его бросить в прыжке Потому что я тонул снова Бросил Противника уничтожил Да, чтоб ты был здоров А здесь нужно Совсем по-другому действовать Мне это не очень нравится Оттуда забраться Может быть нужно было от снаряда его отскочить в прыжке Вот так вот Наверное Потому что так мы не допрыгнем Ну ладно, плевать И мне не нравится эта система маны А зачем нужна мана? Я же не волшебником играю Чтобы бросить щит нужна мана А почему мана не тратится, когда я прыгаю, к примеру? Не понимаю, тогда Нелогично Стань на склон, подпрыгни и удерживай X Приземлившись, ты покачишься с горки Скатываясь, нажми А, чтобы совершить Высокий прыжок Ага А внизу сундук я вижу Так, а здесь нужно скатываться с горки, чтобы туда сопрыгнуть Само собой Сохраняемся В прыжке удерживай X, чтобы приземлиться на воду и не тонуть А мы плавать не умеем, наверное, да? А вот так А вот так Вниз Ладно Вниз так, вниз Ой Чуть не упал на какую-то гадость Стоп, там сундук есть Как его атаковать-то? Ну, я не знаю, как тебя атаковать Извини, вон я бросаю, не могу А присесть, опять-таки, в играх Обычно как делается? Приседаешь, бросаешь внизу Не работает здесь Почему? Черт его знает Потому что разработчики хотели как-то выделиться А у меня закончилась мана Ладно, просто бежим вперед тогда С недавних пор в наших лесах стали сновать рыцари и солдаты Поэтому мама запретила мне покидать нашу деревню Раньше я ходила в соседнюю деревню навестить бабушку А теперь не могу Я боюсь рыцаря великана и его солдат Уж не знаю, что эти солдаты пытаются найти в наших лесах Явно не грибы Мой сосед рассказывал, что однажды видел, как один солдат Поймал лесную фею, спрятал ее в мешок и был таков Даже не знаю, верит ли в это мой сосед знатная выпивоха Так, обязательно сохранится Ну, по крайней мере, сохранения пока что вроде довольно часто расположены То есть нам не нужно прям заново начинать вообще всю локацию Так, здесь, наверное, нужно подпрыгнуть высоко Перепрыгнуть яму Я ж нажал прыжок А че оно не сработало Ого, это прям как-то случайно у меня получилось, ну да ладно Ай Нет там ничего Ух ты Попрыгушки Да, твою ж дивизию, он слишком часто стреляет Так, короче Да, твою дивизию, я не успеваю подбежать И добросить до него щит, я тоже не могу Ай, я про тебя забыл, в траве тебя вообще не видно Да чтоб ты был здоров, ну и закрыться щитом я не мог, потому что щит летел в него Неудобная механика мне не нравится Я нажал закрыться, я нажал блок Но щита у меня в руке не было, где я его возьму Я его видел сейчас, но мне нужно было как-то сюда встать Я нажал в прыжке бросок, но он не сработал Так что тут уже не моя вина Я хотел сюда встать Любой ценой Ну вот смотрите, все равно Все равно пуля попадает в меня, потому что щита в руке нету Ну вот как этого избежать? Какой кнопкой заблокировать? Потому что вот этот блок не работает, когда у нас нет щита Логично, в принципе, ну тогда что нам атаковать, какой кнопкой А здесь только вот так стоять и все Что делать дальше, я просто не представляю Слишком часто стреляет Я прыгнуть не успею, а может успею? На тебе Фух, получилось как-то теперь главное здесь Разобраться Раз, два, сюда Никого? Черт, вот этот снизу А куда мне надо? Ёлки, не видно, куда мне надо Сейчас не знаю, куда мне стараться вправо вверх как-то или Он же куда? Ну здесь прыжок вверх прямо Давай Так, рыцарь аккуратно, пускай вправо пойдет Хорошо, что нет таймеров Можно Не спеша вот так Стреляй Ну подпрыгну, он выстрелит сейчас Вот он просто сейчас выстрелит, когда я подпрыгну Что делать? Спрашивается Я бросаю щит Он не бросается, смотрите Я долблю по кнопке бросить щит Внизу бросился А здесь его Ну повезло, что его задело Ну это просто нелогично Я бросаю щит в прыжке, он не бросается Я бросаю, он не бросается И что делать? Кто? Солдаты поставили эту стальную решетку Как видишь, она заперта Скорее всего ключ Они отдали троллю, который должен был охранять этот туннель Но тролли не шибко умные Наверняка забыл о своем поручении Отправился на охоту И заблудился Намек понятен Мне нужно найти ключ Для этого мне нужно найти тролля Победить тролля Забрать ключ И вернуться сюда Нам нужно туда вверх Нажимаю Бросать, не бросается А у нас есть какая-то карта, что ли? Как мне туда допрыгнуть-то? У меня есть предположение, что на эту птицу нужно было прыгнуть Но что-то она не летит больше Если это так, должна же лететь как бы следующая Чтобы я мог теперь подпрыгнуть А то птицу я допустим пропустил И что теперь? Ага, появляется как мне А-а-а-а Что-то я не понял А как это запрыгнуть? Я же прыгнул на птицу Все равно этого недостаточно для прыжка Ой, мне это опять сейчас только проходить заново Вот это мне всегда бесило В этих ретро-проутформерах Повторять заново А давайте мы попробуем Подождите, включим вот это вот Чтоб просто их пробежать Да ну и в баню Потому что не хочу опять Мне интересно разобраться Как там с птицей себя вести Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Я же правильно понимаю Прыгнуть на птицу вот так вот Нас должно трикошетить Скажем так, вверх Ну что-то Что-то вообще не то Я хочу разобраться Как это работает Я не понимаю А у меня так получилось запрыгнуть Подождите-ка Давай-давай-давай О! Так, ну давайте теперь Выключим вот это Ха Эх, добрый день Неподалеку бродят крайне опасные тролли Если планируешь с ним сразиться Подстраховаться не помешает Ага Сразимся Стоп, а нам куда? Влево-вправо? Где тролль? Я думал тролль будет сразу Это что? Король Теобаль был славным правителем И народ уважал его и ценил Но случилась однажды беда в его обители Заклятие на королеву чародей наложил Мы с братом гастролируем по городам и деревням Мы устраиваем различные представления И веселим людей Правда, вот наша кобыла убежала недавно И мы тут застряли Это все Гаррет виноват Как-то мне туда Стоп, 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 получилось за краешек там вроде зацепиться Как-то Ну, только что вот как-то было За краешек там Получилось там зацепиться Да, ну, в баню Оно того не стоит Значит, все-таки туда Ага Или сюда, или вниз Стоп, сюда Так, подождите, там проще было нам Чтобы сохранить жизнь Давайте мы убьемся Подождите Убий меня Нам проще просто упасть вниз тогда Вот так Вот и всего делов Так, стоп Я сейчас падаю Сразу тролли Надо, чтобы он влево пошел Эй, я ж на щите был Почему у меня жизнь сняли? Ничего не знаю На щите здесь Специально ж сделали Прыгаешь на щите Я вот так на щите на него упал Это ж механика игры Мне ж про это говорили На щите вот так На противников падать А почему у меня жизнь За это забрали? Ну тролля мы тем не менее С вами побили Стоп, а как мне туда перепрыгнуть? Я ж здесь Ой-ой А я бы наверное сохранился Сбегал еще раз Потому что сейчас Скорее всего я проиграю И я не хочу еще раз Тролля бить Так, а как мне теперь? Давай пролетай Молодец, спасибо Называется И что я должен был делать? Прекрасно Вот так наверное Надо было делать Ну да Мне поздно До этого Доперт Тихо Ты твою ж дивизию Куда ты сразу? Здесь просто на везение Фух, повезло Здесь очень много моментов Которые больше раздражают Потому что в обычных платформерах Как? Ты понимаешь Какое-то препятствие Понимаешь какую-то механику Принцип действия Определенного противника Ты понимаешь Как с ним разбираться А здесь Принцип действия В принципе очень понятен Но он очень-очень-очень Неудобный Вот этот стреляет Очень непрерывно Прям Что с ним делать? Не то Так давай падаем Да я ж Нажал щит Ну а кстати Не всегда срабатывает Я ж нажал щит Вот и что с ним делать А здесь мостик Так подождите Ящик если я разобью Я ж Не запрыгну сюда Что-то я не понял А что делать дальше? Ну толку Я туда запрыгивал Там непонятно Там вверх Я ж не могу вверх никак бросать Почему-то Я вот стик вверх Сейчас наклоняю Но все равно Он бросает в сторону Я не понимаю Как сделать Чтобы он вверх бросил А теперь вообще не бросает У меня закончилась Мана Я не понимаю Ребят Давайте мы здесь прервемся Мне не нравится эта игра Нет Я понимаю Разработчики Хотели сделать по-своему Как-то Но они сделали по-своему Но для человека Который играл в Дэнди В гигантское количество платформеров Это очень непривычно И очень неприятно Потому что Все привычные Стандартные механики Они просто здесь Отказываются работать И то к чему я привык То что обычно всем нравится Здесь просто не работает И многие препятствия Я знаю как преодолеть Но в этой игре Это не работает Здесь нужно как-то По-особому пытаться Запоминать Что тут выдумали разработчики Зачем было Изобретать колесо Я не понимаю Игра прекрасно выглядит Игра прекрасно звучит Мне очень нравится музыка Да в принципе В игре вот все хорошо Кроме вот этих вот механик Почему тратится мана Я не волшебник Я что волшебник Я посохом Не пользуюсь магией Ничего не делаю Но при этом Чтобы бросить щит Я должен почему-то Ману тратить Какую ману Прыжок ее не тратит А щит почему-то тратит Назвали бы это Выносливостью К примеру Но тогда прыжок Должен был бы ее тратить Она должна была бы Восстанавливаться А так это непонятно Что делать сейчас Я не понимаю Тоже Но почему я не могу Бросить вверх Почему я не могу Бросить щит В прыжке Я не понимаю Почему разработчики Так ограничивают Игрока И мне это не нравится Уже если захочется Поиграть в что-нибудь Такое ретро Я поиграю в то В чем можно В прыжке бросить В чем можно Бросить вверх В чем нет Вот этой маны Потому что здесь Как-то все Слишком Слишком уж Условно И слишком Ограничено Так что На этом все Спасибо вам большое За просмотр Не забывайте Подписываться на канал И ставить пальцы вверх А как обычно С вами был Зоди Удачи друзья Встретимся в новых Замечательных прохождениях Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok